Продолжение следует... Устарело, шатаются, болты болтаются, но дети, конечно, приоритеты, поэтому жители попросили мне обратиться. Привести в порядок то, что есть, как-то подремонтировать. И за третьим домом тоже. Это все-таки нужно успеть сделать. Подобное обращение было и по поводу спортивной площадки. Регулярного ее обслуживания, как и обновления оборудования, не происходит. А для молодежи, проживающей здесь, особенно важно, чтобы зоны для тренировок были в рабочем состоянии. Татьяна Калямина, заместитель главы Ленинского округа, взяла вопрос на контроль. Мы с ней продолжим дальнейшую работу. То есть, скажем так, проблема была озвучена, решение будет найдено. Также жители попросили, чтобы была возможность узнавать точное расписание общественного транспорта. Сейчас на некоторых сервисах по отслеживанию маршрутов публикуется не всегда корректная информация. А рассчитать время в пути до учебы или работы крайне необходимо. И хотелось бы понимать, будет ли именно четкое время прибытия автобуса, условно, на остановку новой шоссе 6. Мы проработаем этот вопрос с перевозчиком, чтобы они на каждой остановке развесили у вас расписание четкое. Вот это будет вообще замечательно. Другие вопросы транспорта тоже активно прорабатываются местными жителями совместно с представителями администрации и депутатами. Так, в ближайшее время здесь планируют запустить новый автобусный маршрут. Был запрос у жителей более удобно добираться до города Видное, до центральной его части, до больницы, до Видновской РКБ. Сейчас буквально вот-вот откроется 55 маршрут, который мы все так очень ждали. Спасибо большое главе городского округа. И я надеюсь, что в ближайшее время все это заработает. Далее общение продолжалось в формате вопрос-ответ с участием главы Ленинского округа Станиславом Катеровым. Озвучить свои вопросы могли все присутствующие. Одна из наиболее актуальных тем, которые озвучили жители Новодоржино – дорога на Березовой аллее. Почти 10 лет назад она была включена в охранную зону. Однако, по мнению людей, водителей большегрузов это не останавливает. Стоят камеры наблюдения, стоит лежащий полицейский, стоят знаки. Ездят большегрузные машины, скорость превышается, контроль за этой территорией не ведется. Нерадивым водителям, которые не считают нужным учитывать требования знаков, наверное, уже рублем объяснять, что они не правы. В таких новых микрорайонах вопросы парковки на тротуарах, на газонах или вплотную к подъездам звучат весьма часто. Подход к решению здесь тоже комплексный. Разработка проекта организации дорожного движения. Во-первых, мы объявляем об этом в газете. Во-вторых, мы прикладываем к этому проект. В-третьих, мы расставляем все знаки по организации парковок, где незаконная парковка, чтобы потом все вот такие машины, которые брошены, их можно было спокойно увозить эвакуаторами. Напомним, встречи в формате выездной администрации проходят регулярно и будут продолжаться в разных районах городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.